Пока честные труженики зарабатывают себе на хлеб у станков, верные красавцы Лукашенко тратят их налоги, слушая музыку ВКонтакте. Конечно же не просто так, а с целью найти в ней протестные тексты и кого-то за них наказать. Так и произошло с 22-летним грузчиком из Гомеля Сергеем Балахоновым. Мужчина получил год колонии за песню «Лукашенко уходи», которую удалось отыскать среди более тысячи треков в его плейлисте. В суде обвиняемый признал, что действительно опубликовал в своей соцсети такую аудиозапись, но подчеркнул, что на тот момент политической вражды никому не испытывал. Ему просто понравилась музыка, а в слова он особо не вникал. По словам адвоката Сергея, он сохраняет огромное количество песен в своем плейлисте, многие из которых потом забывают удалять. При этом его подзащитный ни с кем не делился своей записью и не предлагал ее совместно прослушать. Однако судью Виктора Казачка такие доводы не убедили. По результатам лингвистической экспертизы песня была признана оскорбительной, к тому же обвиняемый попал в оперативную разработку из-за его высказываний в отношении силовиков. Так называемый свидетель, сотрудник органов милиции, отметил, что помимо песни против Лукашенко в плейлисте Балахонова нашлись и другие треки, способные расстроить тонкую психику представителей власти. В итоге суд назначил обвиняемому именно тот срок, который запросил прокурор по уголовной статье за оскорбление президента. Сергея взяли под стражу прямо в зале суда. Дома у него осталась беременная жена. Нелегитимный продолжает превращать Беларусь в мини-версию совка. Еще одним атрибутом возвращения во времена железного занавеса стали провластные профсоюзы. Не состоять в них все равно, что не иметь партбилет. Отсутствие корочки как бы намекает на то, что моральный облик труженика не соответствует высоким идеалам секты лукашистов. А чтобы нормальные люди активнее записывались в ябатьки, их шантажируют деньгами. Так, на днях в сети появился информационный листок с предприятия Полоцк Стекловолокно, в котором указано, что с 1 сентября тех, кто не состоит в официальном профсоюзе, будут лишать дополнительных выплат. В их числе материальная помощь по рождению ребенка, чрезвычайные ситуации, пособия в связи с выходом на пенсию, подарки для детей к Новому году и многое другое. Аналогичная ситуация разворачивается на предприятии Минск Энерго. Однако там сотрудников уже не предупреждают, не имеющими никакой юридической силы бумажками. Оставят перед фактом. Такая норма прописана в коллективном договоре. По ней, если ты не член профсоюзной ячейки, то тебе не светит мат-помощь к отпуску, праздничные выплаты и дополнительные дни к отпуску за стаж и ряд других денежных бонусов, которые в совокупности за год составляют примерно 1000 долларов. По словам сотрудников филиала Минские кабельные сети, каждому, кто вышел из профсоюза, раздали уведомления. Или подпишись, что согласен остаться без этих денег, или возвращайся и продолжай послушно платить членские взносы. На многих работников такая мотивация действительно подействовала. Однако около 30 человек решили, что совесть не купишь ни за какие деньги. Напомним, что в начале этого месяца Лукашенко дал поручение главе Федерации профсоюзов начать кошмарить частные структуры, которые не имеют своих профсоюзов. К тем, кто откажется их заводить, диктатор обещал применить меры вплоть до ликвидации. Впрочем, ничего нового. В совке таких диссидентов просто сослали бы пылесосить бескрайние сибирские степи. Режим продолжает мстить тем, кто отвернулся от него, отказавшись убивать и калечить собственный народ. На днях в городе Ивье на рабочем месте был задержан бывший подполковник милиции Петр Будько. Стало известно, что дома и на даче мужчины силовики провели обыск и изъяли всю технику. Предположительно, сейчас Будько находится в Гродненском КГБ. Что именно инкриминирует экс-сотруднику милиции, пока неизвестно. Вероятнее всего, это как-то связано с его недавним высказыванием в интервью народной воли о том, что в стране закончился закон. Более того, в декабре прошлого года мужчина отсидел 32 дня по народной статье за то, что после насилия силовиков в Минске он начал выходить на марши вместе со всеми и требовать остановить насилие, вернуть законность в страну и наказать всех, кто был причастен к применению силы против белорусов. Петр Будько отслужил в милиции более 20 лет, начиная в ГАИ, работал на различных должностях, а закончил в Кареличах заместителем начальника РУВД. Но из-за его гражданской позиции, которую мужчина высказал после событий 2020 года, его лишили звания. В Беларуси бюджетные места даже в таких топовых вузах страны, как БГУ или БНТУ, абитуриентов больше не привлекают. В 2021 году вузы планировали принять почти 55 тысяч человек. Однако, по данным Министерства образования, этим летом в университеты зачислили более 48 тысяч парней и девушек. Общий недобор составил около 7 тысяч студентов, из которых примерно половина на бюджет. В связи с этим вузы были вынуждены объявить дополнительный набор, что в свою очередь очень сильно повлияло на проходные баллы, которые в итоге были очень занижены. Большой недобор студентов наблюдается по сельскохозяйственным специальностям, по некоторым техническим, а также в военную академию. И чтобы как-то исправить ситуацию, в Министерстве образования решили напрячь классных руководителей и заставить их заняться идеологической обработкой старшеклассников и их родителей, чтобы те не поступали в зарубежные вузы. Хотя, судя по тому, как в государственных университетах относятся к студентам, нет ничего удивительного в том, что лучшие умы страны предпочитают получать образование за границей, где к тому же студентам платят немалые стипендии. Напомним, почти год назад в Беларутии начались студенческие протесты против насилия и фальсификации выборов, в результате чего около полусотни студентов были задержаны. 51 из них стал фигурантом уголовного дела. Один из студентов уже получили сроки от полутора до четырех с половиной лет лишения свободы. А учиться за границу по разным программам для отчисленных и преследуемых студентов уехали несколько тысяч человек. Братский диктаторский режим в очередной раз решил подсобить Лукашенко. И вновь дело связано со спортом и выдворением людей из России прямиком в руки белорусских чекистов. Речь идет о матче по пляжному футболу между Белоруссией и Швейцарией, во время которого болельщики вывесили БЧБ-флаги. Состязание происходило вчера на стадионе Лужники и закончилось разгромным счетом 7-3 в пользу швейцарцев. Российская сторона решила утешить людей, которые искренне болели за свою команду, продуктивные ночью в местном опорнике. На двух болельщиков с родным флагом составили протоколы за использование незарегистрированной символики на официальном спортивном мероприятии. По нему ребятам грозит штраф до 20 тысяч российских рублей, что эквивалентно примерно 250 долларам, арест до 15 суток и бонусное административное выдворение за пределы Российской Федерации. Напомним, что неделей ранее в Беларуси был вынесен приговор в 2,5 года колонии строгого режима бойцу ММА Алексею Кудину, которого экстрадировали из России вопреки решению Европейского суда. Впрочем, наплевательское отношение к правам человека в обеих странах уже давно стало совершенно обыденным делом, а спортивные состязания превратились в карманные развлечения диктаторов, на которых простым болельщикам и спортсменам, не желающим плясать под дудочку маразматичных дучи, находиться просто опасно. Ровно год назад в Минске и других городах прошли марши Новой Белоруссии. По разным данным независимых СМИ, на улицы столицы вышло не менее 200 тысяч человек. Именно в этот день нелегитимный в очередной раз выставил себя посмешищем перед общественностью, прилетев после окончания марша в свою резиденцию на вертолете с автоматом. Этот эпизод не мог остаться незамеченным, и в скором времени интернет заполонило огромное количество мемов и картинок, высмеивающих Лукашенко и его красавцев. Вторые, к слову по заявлению министра обороны Виктора Хренина, были готовы воевать со своим народом, до зубов вооруженным плакатами, флагами и мечтами о свободной Беларуси. Россия тоже не осталась в стороне. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация в Беларуси скоро нормализуется. Они же со своей стороны готовы принять любые решения белорусского государства по выстраиванию диалога, а в данном случае его отсутствию со своим народом. И по сути абсолютно не важно, что это же государство просто уничтожает тех, с кем надо договариваться. В этот же день по другую сторону от белорусской границы в Литве десятки тысяч человек выстроились в живую цепь солидарности с белорусами. Множество негативных событий до этого научило людей взаимопомощи и поддержки, привело к осознанию того, что только мы сами можем что-то поменять. Поэтому 23 августа 2020 в памяти народа навсегда останется праздником солидарности, единства и веры. Ведь именно в этот день мы увидели, как много нас, тех, кто готов и хочет перемен. Друзья, в четверг на нашем втором канале Маланка Лайф пройдет традиционное ток-шоу «Народ спросит», во время которого в прямом эфире мы озвучим интересующие вас вопросы, на которые попытаются найти ответ наши специальные гости. Хотите задать свой вопрос, присылайте его в чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах, или пишите в комментариях под этим видео. До встречи завтра и Жыве Беларусь!